Вечером, когда все дома, судебные приставы совместно с представителем АО «Водоканал» пришли к неплательщикам за услуги с бытовой компанией. Добровольно пускают жилища людей в форме неохотно, зато через дверь разговаривать не боятся. Иванов Александр здесь! Кто? Иванов Александр. Нету его, он в командировке. Давно уехал? Нет, сейчас он сегодня уехал. А вы кто? А я по-моему, на пальто. Таких командировочных или ушедших в магазин уверяют приставу много. Среди уклонистов в основном те, кто ведет асоциальный образ жизни, употребляет спиртное и не работают. В эту коммунальную квартиру дверь неплательщика открыла соседка. Молодого человека, который проплату игнорирует, дома не оказалось. Комната не заперта, внутри страшный беспорядок. Вот еще один адрес девушки утверждает, что муж ушел на работу и запер ее дома. Ключей нет. Я вам говорю, не могу делать. За постановлением на вскрытие идти, что ли? Идите туда, хотите. За услуги водоканала платят особенно неохотно, ведь по закону отключить воду коммунальщики не имеют права. В этой квартире мужчина не хотел открывать дверь, боясь, что ему перекроют краны. На вопрос, почему не платят, отвечал путанно. Сначала говорил, что воды нет, а потом просил ее не отключать. Сейчас квартира идет на продажу. То есть ее разменю, чтобы специально заплатить долги. Потому что и газа нету. Ничего нету. Сейчас готовы какую-нибудь сумму заплатить? Сейчас нет у меня денег, извините. Как правило, судебные приставы приходят к тем, у кого нет счета в банке, оплатить надо. Водоканал, например, ивановцы задолжали около 100 миллионов рублей. Половина неплательщиков уже в списках судебных приставов. В настоящий момент в управлении Федеральной службы судебных приставов находится порядка 5000 исполнительных производств на сумму около 50 миллионов рублей в пользу акционерного общества «Водоканал». Чтобы накопить такие долги, стоит только 1-3 месяца не платить за воду, и вот у тебя долг. Свои меры борьбы с должниками есть и у самого «Водоканала». Нам приходится применять такие меры, как ограничение водоотведения. То есть мы устанавливаем заглушку на индивидуальный канализационный отвод абонента и блокируем частично отвод канализации в городскую канализацию. Мера эта, тем не менее, применяется не всегда. Жильцы в этой квартире задолжали 20 тысяч рублей. Теперь приставы пришли арестовывать имущество. В счет долга забрали смартфон и ноутбук. Чтобы вернуть их обратно, неплательщик должен покрыть задолженность в полном объеме. Сейчас, на данный момент, мы арестовали имущество. Далее, если должник в течение 10 дней приходит оплачивать задолженность, то имущество мы возвращаем должнику. Чтобы не попасть в похожую неприятную ситуацию и не лишиться мобильника, бытовой техники или автомобиля, не следует копить долги и дожидаться, когда в квартиру постучат судебные приставы. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.